Всем здравствуйте! Вас приветствует канал о жизни и здоровье с Марусей. Это видео мы посвятим такому прекрасному напитку, получаем из натурального источника березы. Березовый сок мы получаем натуральным путем. По весне, когда уже начинает полностью стаивать снег, остается только проталенный, начинается сбор березового сока. И основная масса людей, которые очень любят этот напиток, а тем более с детства приученные, и кто живет в деревнях, они часто ходят в лес и собирают березовый сок, и это делают они правильно, потому что березовый сок является ценнейшим напитком, который способствует не только насыщению организма витаминами, он улучшает иммунитет, хорошо оздоравливает ослабленный организм, очень полезен многим людям, без исключения. Вы знаете, даже целебность данного напитка исходит из того, что там находятся настолько полезные вещества, которые не всегда можем мы получать из других продуктов. Насыщает наш организм березовый сок таким полезными веществами, как яблочная кислота, витамин С, очень много минеральных веществ, окись кальция, содержит березовый сок, сапонины. А сапонины являются такими веществами, которые способствуют хорошему усвоению полезных веществ, которые попадают в организм с различными продуктами. И именно сапонины способствуют усвоению этих полезных веществ. Поэтому, когда мы пьем сок березовый в весеннее время, у нас лучше усваиваются витамины, лучше усваиваются минеральные вещества, которые мы получаем из продуктов. Но пить его нужно осторожно. Ни в коем случае не пейте натощак. Используйте сок за 30 минут до еды. Не после еды, а до еды. И тогда у вас организм будет правильно все воспринимать. Но сам по себе сок очень полезен людям, страдающим подагрой, ревматизмом. У кого проблемы с суставами, артриты, артрозой, со слабленным иммунитетом. Тем, кто после болезни. Очень хорошо принимать березовый сок людям, у кого были проблемы с легкими или бронхитой. Особенно в зимний период. Если вы переболели бронхитами или воспалением легких, очень полезно пить березовый сок. Потому что березовый сок способствует очищению дыхательных путей, выводя из него всевозможные отложения токсических веществ. Березовый сок хорошо очищает лимфу. Поэтому если мы пьем березовый сок, у нас очищаются лимфы и выводятся всевозможные отложения в виде токсинов. И кровь становится чистой. Поэтому сок полезен всем людям, кто переболел, особенно в зимний период. Сам по себе сок абсолютно безопасен. Но все-таки нужно с осторожностью, не нужно переусердствовать. Пьем небольшими дозами. Достаточно стакана в день. Детям также нужно давать сок, но только детям после года. До года деткам сок нельзя давать. Маленьким деткам до 3 лет желательно давать небольшими дозами. Потому что как проявится реакция. Не забывайте, что береза является аллергенным растением. Поэтому как среагирует организм ребенка, вы не знаете. Давайте понемножку. Березовый сок очень полезен в период, когда он пьется свежим. Если вы собрали сок свежий, его нужно выпить в течение 3 дней. И желательно держать в холодном месте. Не используйте уже прокисший сок. Он нанесет только вред. Березовый сок обладает мягким глистогонным действием. Поэтому он еще и очищает наш желудочно-кишечный тракт. Ценится березовый сок в медицине за щелочной PH. Тем самым, благодаря тому, что оно является хорошим щелочным продуктом, который способствует организму нас поддерживать в правильном соотношении PH, его назначают людям, у кого есть камни в почках, в мочевом пузыре. Потому что именно выпивая сок березовый, сок способствует разрушению карбонатных и фосфатных камней. Поэтому людям, у кого есть мочекаменные болезни, желательно обязательно пить сок. Это очень мягкое лекарство для ваших почек и мочевого пузыря. Он является еще и мочегонным, поэтому, вычищая почки от камней, он еще и выведет их из организма. Березовый сок является хорошим противоотечным средством, как и при мочеполовых заболеваниях, так же и при гипертонии. У кого высокое давление, советую немного все-таки пить сока. Не злоупотребляйте, достаточно стаканом в день, и у вас будут хорошие стабилизированные давления, плюс никаких отечностей, потому что это хорошее мочегонное, мягкое мочегонное. При этом на организм оно не действует губительно, а наоборот положительно, насыщая еще дополнительно всевозможными полезными веществами. При этом укрепляя организм и защищая от всевозможной патогенной флоры, так как сок содержит такие вещества, как битулин, который переходит в состав сока и работает как антисептик. Очень полезен березовый сок женщинам во время климакса, насыщая организм полезными веществами, которые очень часто выводятся из организма в процессе климакса, потому что у женщин очень плохо усваивается в это время кальций, очень плохо усваиваются многие витамины. Он приведет в норму ваш организм. Но не забывайте, что и мужчинам полезен березовый сок. Березовый сок способствует выработке тестостерона. И мужчины должны обязательно пить сок березовый. И организм ихний омолаживается. Кто пьет из мужчин сок березовый, они чувствуют в себе больше энергии и силы. Березовый сок является прекрасным косметическим средством. Чищает кожу, насыщает ее полезными веществами и убирает пигментные пятна. Если вы будете умываться березовым соком, вы почувствуете улучшение своей кожи. Я даже советую сделать заморозку кубиков березового сока. Очень хорошее тонизирующее средство будет у вас всегда под рукой. Если у вас есть проблемы с волосами, березовый сок поможет вам избавиться от проблем. После мытья волос, прямо сполосните березовым соком и не смывайте. Можно даже просто чистую голову сполоснуть березовым соком, не смывая. Насытить тем самым луковицы очень полезными веществами, которых чаще всего волосам не хватает. А еще после зимы волосы становятся ломкими и сухими, а березовый сок улучшит состояние. Поэтому воспользуйтесь этим моментом. И когда начинается сокодвижение, используйте в косметике. Сам по себе березовый сок уникален. И дается он нам только в маленький период весны. Собирать его нужно обязательно не в начале сокодвижения, в тот момент, когда сок более-менее чистый. Потому что сок сам по себе это подъемная талая вода. Растение начинает забирать талую воду, фильтровать через свои ткани и давать вот эту особенность. Получая пользу, которая находится в клетках березы, отдавая именно в насыщение самого сока. Поэтому нужно собирать именно не в начале сокодвижения и не в конце сокодвижения. Как это определить? Начало сокодвижения начинается в период, когда только-только начинает снег стоить. Вот когда проталины на земле образуются, хорошие проталины, вот тогда начинается основное сокодвижение. Плюс по почкам можно определить, когда набухли почки. Конец сокодвижения начинается, когда почечка раскрылась наполовину у березы. Сокодвижение снижается. Вот в этот период уже не стоит собирать сок тоже. А именно вот в середине попадать, тогда вы получите именно правильно насыщенный сок, содержащий все полезные вещества. Я бы не советовала сок консервировать. Конечно, кто-то консервирует на зиму сок, но я думаю, что это бесполезное использование. Потому что сами вещества, которые находятся в соке, со временем разрушаются, если тем более проходит термическую обработку. Лучше всего сок, если уж хотите себе заготовить, сделайте заморозку. Сок можно заморозить, да. Если вы найдете подходящую емкость и заморозите, то в течение зимы вы можете размораживать и пить его. Он, по крайней мере, содержать будет те вещества, которые в нем были изначально. Хотя чуть-чуть снижается доза, но все-таки они остаются. Но по сути своей, правильно сок получать все-таки свежим. Тогда вы насыщаетесь теми необходимыми веществами, которые изначально в нем есть. Сам по себе сок, вот он у нас набранный, видите, он немножко мутноватый. Это нормальный процесс. Это уже процесс, когда начинает заканчиваться сокодвижение. Сам по себе сок может быть мутноватый. Все зависит, во-первых, от региона. Все зависит от того, где находится береза, в каком месте произрастает. Если рядом водоемы, очень многое зависит от места расположения самой березы. То есть он может быть прозрачным, он может немножко мутноватым быть. Содержание полезных веществ, кстати, в каждом соке отдельно. Поэтому лучше всего собирать именно березовые рощи, не где-то возле водоемов, в чистом месте. Желательно, чтобы это собиралось из взрослой березы. Береза, которая лет уже под 40, тогда береза дает здоровый сок. Если у молодой березки брать сок, вы ее загубите. Потому что сам забор крови у березы является губительным для березы. Ей приходится восстанавливать силы. И когда она молодая, она может погибнуть. Ей может недостаточно хватить сил. Чем старше береза после 40 лет, ей тоже тяжело, она тоже может погибнуть. Поэтому лучше среднего возраста выбирать березу. И, соответственно, аккуратно делать надрезы, чтобы не повреждать. И после использования, как вы получили сок, обязательно ранку замажьте глиной или чем-нибудь еще. Потому что ранка – это место, куда попадает инфекция. То есть, соответственно, береза может заразиться какими-нибудь бактериями, грибками и погибнуть. Зачем губить то, что нам дает пользу. Поэтому относитесь к природе с уважением и с любовью. Ну а всем, кому понравился рассказ о полезных свойствах березового сока, поставьте пальчик вверх, будем благодарны. В следующих видео мы расскажем о других полезных свойствах березы. Всем пока! Пейте сок березовый с удовольствием и с пользой. Субтитры подогнал «Симон»!